В избежание потерь среди мирного населения при посредничестве Российского Центра по примирению враждующих сторон с 28 февраля установлены гуманитарные паузы, организованы коридоры выхода мирных жителей и вывоза больных и раненых из Восточной Гуты. Только с утра сегодняшнего дня по гуманитарному коридору вышло 27 610 мирных граждан, а всего из Восточной Гуты выведено 44 639 человек. В местах развертывания гуманитарных коридоров создана необходимая инфраструктура для приема и перевозки беженцев. Можно в режиме реального времени. Нам достоверно известно, что в районе города Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения на юге Сирии провокаций с применением химического оружия. В конце февраля этого года обстановка в пригороде Дамаска-Восточная Гута. Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии. Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам. В Восточной части Средиземного моря, в Персийском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет. Возникает вопрос, кого собирается поддерживать этими ударами Соединенные Штаты Америки? Террористов Джабгата Нусра и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте. Также им было заявлено об отсутствии. Никакой реальной помощи от тех, кто больше всех якобы хотел помочь, а это Соединенные Штаты Америки, Великобритании, Франции, Германии ничего не поступило. Поэтому сейчас очевидно, что помогать они собирались со всем немирным жителям Гуты. Подчеркну, Россия создана для помощи сирийцам все условия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok